Здравствуйте, Нина. Это я, Нина. Да? А почему у тебя такой странный голос? Странный голос? Ну да, как будто не твой. Ты огорчена чем-нибудь? Не знаю. А кто говорит? С каких пор ты перестал меня узнавать? Кого узнавать? Да это я, Вадик. Вадим, Вадим Николаевич, да что с тобой? Ну вот, я не знаю никакого ни Вадика, ни Вадим Николаевича. Вы, наверное, номером ошиблись. Извините, пожалуйста. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. Алло. Это опять вы? Да. Видимо, наши телефоны соединились намертво. Вы только не подумайте, я очень тщательно набирал номер, который мне... Нет, нет, я ни на секундочку не подумала. Вы очень заняты. Нет. Вы по какому вопросу своими не звоните? Да я хотел узнать, дома ли она. Соскучились? Ну, как вам сказать? Понятно, ревнуйте. Насвешной человек, Нина. А сколько вам лет? Мне пятнадцать. А вам? Больше срока. Ага. А вы где со своими не встречаетесь? Знаете, если бы вам было пятнадцать или даже семнадцать лет, мы могли бы с вами познакомиться. Я бы сказала вам, приезжайте завтра к памятнику Пушкина, и я буду ждать вас ровно в семь часов. И мы бы друг друга не узнали. Это было бы очень смешно, правда? Вы со своей Ниной где встречаетесь? Да когда как? И у Пушкина. Бывает у Пушкина, но в основном у России. Это где такое? Ну, кинотеатр, Россия. Первый раз слышу. Ладно, а вы одна дома? Одна. Мама в госпитале работает, сегодня вечерняя смена. Могла бы и домой укройнуться, но пропуск забыла. Вам уже спать пора ложиться, завтра в школу рано. Вы со мной заговорили, как с маленьким ребенком. Да нет, что вы, я наоборот с вами разговариваю, как со взрослой девочкой. Хорошо, только сами, если хотите, ложитесь спать в семь часов. И больше не займите в свое Нине, а то опять ко мне попадете, разбудите меня, маленького ребенка. Алло, это опять вы, Владимир Николаевич? Я так и знала, что вы еще раз позвоните. Вы только трубку не кладите. Мне правда очень скучно, и читать нечего. Да, да, давайте разговаривать. А почему вы так поздно и не спите? Ну, почему поздно? Сейчас только восьмой час. Да у вас часы отстоят уже двенадцатый час. Вам так хочется от меня отделаться, просто ужас какой-то. Сейчас октябрь, потому что мне ларомат. Вам кажется, что уже ночь. А, теперь ваша очередь, шутить. Ну, вы мне сейчас скажите, что у вас не октябрь сейчас, а февраль какой-нибудь. Нет декабрь. А, а вы ужинаете? Не помню. Значит, не голодный. Нет, не голодный. А я голодная. А что, дома совсем нечего есть? Совсем нечего. Хоть жаром покати. Смешно, да? Даже не знаю, чем вам помочь. И денег совсем нет. Есть. Ну, совсем чуть-чуть. Да и только. А хотите, я посмотрю, что у меня есть в холодильнике? А у вас что, свой холодильник есть? Ну да, старый, в севере. Знаете такое? Нет, не знаю. Ну, а если что-то найдете, что потом? Ну, потом схвачу такси и привезу вам что-нибудь. А вы далеко живете? Я на Сивцевом, Рашка, 15-25. А, я на Мосфильмовской, это за университетом. Опять не знаю такое. Ну, что там у вас? Сейчас я перенесу телефон, и мы с вами посмотрим. Вы что, телефон же с собой носить можете? Ну да, а ваш где стоит? Ну, с коридором. Ну, что там у вас? Вы не подумайте, я просто так скажу. Сейчас, сейчас, за одну секунду. Есть яйца куриные. Яйца? Ну, да, но это неинтересно. А вот, есть курица французская мороженая. А мороженое, вы ее долго совсем водить будете, заголодаетесь. Есть тардины, 60 копеек банка и полбанка майонеза к ним. Вы слышите меня? Слышу. А вы зачем так шутите? Мне сначала интересно было, а теперь как-то не очень. В самом деле, так проголодались? Нет. Но вы же знаете. Что знаю? У вас красная икра есть? Нет. Есть только филипалка. Не надо, хватит. Я уже все поняла. Вы тоже голодные, да? А что у вас из окна? Из окна. Дома, фабрика, железная дорога. По ней как раз сейчас идет электричка. Вы все это видите? Ну, электричка, правда, далеко идет, но цепочка коньков видна хорошо. Вот вы и врете. Нина, нельзя так со взрослыми разговаривать. Взрослые могут ошибаться, так в чем же я ошибся? Вы ошиблись в том, что увидели электричку? Ее же невозможно увидеть. Ну, а что она, невидимая, что ли? Да нет, почему видимая? А у вас на кухне свет горит? Да, горит. У меня лампочка у холодильника перегорела. Как бы я тогда лазил туда. Вот видите, я вас опять поймала. Нина, милая, на чем ты меня поймала? Если вы смотрите в окно, значит, откинули затемнение. А если откинули затемнение, значит, погасили свет. Верно? Верно? Нет, неверно. А зачем же затемнение? Война, что ли? Как же так завираться-то можно, а? А что, мир, что ли? А, я понимаю, вид на Ближний Восток. Я ж не об этом сейчас. Я не об этом. Вы инвалид, да? Нет. Благо, у меня все на месте. Значит, у вас броня. Какая броня? Почему вы тогда не на фронте? Нина, на каком я могу быть в фронте? На самом обыкновенном. Где все? Где папа? На фронте с немцами. Я вам серьезно говорю, я не шучу. Может, вы мне не врали про курицу, про яйца? Нет, не врал. И никакого фронта нет. Может, мне в самом деле к вам подъехать? Слушайте, вы перестанете. Мне сначала интересно, весело было, а теперь как-то не мочим. Вы почему не на фронте? Нина, на каком я могу быть в фронте? Какой вообще может быть фронт в 1972 году? А вы мне разыгрываете. Вы меня разыгрываете. Вы чего замолчали? Вы уж говорите теперь лучше. Нин, какой сейчас год? 1942-й. Нина, сейчас 1972-й год. Война кончилась 27 лет назад. Ты это знаешь? Нет, не знаю. Да ты знаешь, это сейчас 12-й час. Сейчас декабрь. Да ладно вам, Вадим Николаевич. Должна была сразу догадаться, что вы мне курицу не привезете. Почему я курицу не привезу? Потому что французских куриц не бывает. Почему французских не бывает? Во Франции немцы. Во Франции нет никаких немцев. Да если только туристы. Ну, немецкие туристы у нас бывают. Это как там? Это кто их к нам пустит? Ну, а почему бы их не пускать? Слушайте, вы не вдумайтесь сказать, что фрицы нас победят. Вы шпион. Вы вредитель какой-то? Нет, никакой я не шпион и не вредитель. Я в Севере работаю, в Совете экономической взаимопомощи. Я венгриями занимаюсь. Венгрии? Венгрии фашисты? Нет там никаких фашистов. Венгрия социалистическая республика. Ладно, Владимир Николаевич, вы извините, что я с вами так грубо разговаривала. А вот вы можете придумать так, чтобы все по-другому было? Ну, знаете, как раньше. Чтобы папа домой вернулся. Чтобы война закончилась. Мы победим фашистов 9 мая 1945 года. Ну, может быть, этого очень долго ждать. Нет, сейчас, слушай, не перебивай. И Берлин, мы возьмем 2 мая. Даже будет такая награда за взятие Берлина. А Гитлер, Гитлер, он покончит с собой, его вынесу ДССовцы во двор, а валют бентином и сожгут. А ты знаешь Петровку? Знаю. А ей переименуют? Нет, ее не переименуют. Так вот, слушай, там есть двор с аркой. И внутри этого двора есть подвал, с закрытой решеткой. И если это октябрь 1942 года, то, возможно, в этом подвале лежит моя хлебная карточка. Я ее потерял, когда с ребятами в футбол играл. Вы что, вам прямо сейчас же нужно найти? Да я не могу. Прошло много времени, но если вдруг ты сможешь, подвал должен быть открыт. Скажи, что в крайнем случае карточку потеряла ты. Ало, Нина? Нин! А, Нин! Нет, мне другая Нина нужна. Нет, нет. Я не пил. Я... Я тебе перезвоню. Я копался полтора часа в старых журналах и учебниках. Наконец-то нашел телефонный справочник. Первые три цифры были известны. Г-1-32. И еще я знал, что если никто из нас не притворялся и не шутил, то телефон стоял ситцем в вражке, дом 15-25. Я нашел этот дом. Я нашел квартиру. В квартире никого не было. Я позвонил в дверь напротив, открылась соседка и сказала, что Нина Сергеевна и муж ее уехали на север. И до весны не вернуться. Я собирался уходить, и она спросила, кем я ей буду. Я представился. Вадим. Вадим Николаевич. Женщина выдержала паузу и отдала мне письмо. Дорогой Вадим Николаевич. Я, конечно, знаю, что вы не придете. Да и как можно верить детским мечтам, которые оказались только мечтами? Но ведь хлебная карточка оказалась в том самом подвале, о котором вы мне тогда сказали. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok